ВЫХОД ФОЛЛАУТ ЛАНДОН ВЕТЕРАНОВ ИЗ БЕТЕЗДА ГЕЙМ СТУДИОС Ведь воспринимается Fallout London не как пользовательский мод, которым по сути и является, а как полноценная новая игра в именитой серии. Да, не номерная с привычным местом действия в США, а скорее крепкий спин-офф про события за океаном, но всё-таки Fallout? Да и скажите, что то, как выглядит мир этой вселенной по другую сторону Атлантики, вас никогда не интересовало. Удивляться подобному вердикту не об игре, а о каком-то там фанатском моде не стоит. Ведь мы некоторое время назад уже говорили, что время от времени будем обозревать и вот такие крупные моды, а конкретно этот так и подавно ждали ещё весной, когда он, собственно, и должен был выйти. Тогда, правда, Тодд Говард выпустил для Fallout 4 свой печально известный Next-Gen патч. А так как Лондон базируется именно на четвёрке, авторам проекта это доставило существенные трудности. Этот инцидент, кстати, тема для отдельного разговора. Например, как так, что Тодд, который регулярно хвастается тем, что всячески поддерживает моддеров, вдруг якобы не знал, что Лондон, беспрецедентный мод размером с целую игру, готовится к выходу и ровнёхонько в этот момент выпустил патч, сильно вредящий его авторам. Мы по своей наивности и вообще поначалу думали, что патч предназначен именно для того, чтобы упростить интеграцию мода в игру. На деле же получилось ровно наоборот. Из-за возникших после выхода совершенно ненужного и вредящего всему моддерскому сообществу обновления проблем, Лондон пришлось перенести на несколько месяцев. Проблему совместимости, к слову, так и не решили, поэтому Team Fallen пришлось пойти на крайне непопулярный шаг, отрезающий от игры весьма существенный пласт аудитории, но об этом чуть позже. То есть вместо помощи в распространении и упрощении установки, Бетезда, напротив, помешала широкой общественности увидеть творения независимых авторов. Что на самом деле можно объяснить лишь либо корпоративным безразличием, либо банальным страхом старины Тодда, того факта, что кто-то способен сделать Fallout лучше него. В пользу этой теории, кстати, говорит и то, что после New Vegas Obsidian к серии, например, больше не подпускали. Нынешняя ситуация не менее показательна. Пока мистер Говард пилит пустую и не особо-то и нужную кому-то Starfield, настоящие фанаты выпускают читай новую часть Fallout, да ещё и делают это на волне хайпа от сериала. А интерес к моду у поклонников вселенной оказался весьма велик, ведь релизный трейлер собрал уже почти 2 миллиона просмотров. В этом материале, состоящем из двух частей, мы расскажем о том, что получилось у Team Fallen, с чем справиться им так и не удалось, какие ощущения проект вызвал у нас, да и вообще постараемся подробно разобрать его каждый аспект. Поехали! К сожалению, не без участия Тодда с его патчем установить мод одной кнопкой не получится. Сперва нам предстоит поставить специальный даунгрейдер, понижающий версию игры до предыдущей. То есть доступ ко всем сохранениям и предметам Next-Gen патча в оригинальной Fallout 4 при таком раскладе автоматически теряется. Более того, если игра у вас в Epic Games, где откатить клиент никак нельзя, то и поиграть тоже не выйдет. Данный способ работает лишь для Steam и GOG-версий. Последний, кстати, и предоставил площадку для официального размещения мода. И вот лишь скачав, дистрибутив мода с GOG и установив его поверх пониженной версии Fallout 4, можно будет, наконец, приступать к игре. Как вы понимаете, для многих все эти действия уже окажутся слишком сложными и муторными, чтобы поиграть в какой-то там мод. А очень жаль, ведь какой-то мод того явно стоит. Ещё одной проблемой является и тот факт, что консольных версий у него нет. Ну а отечественных пользователей наверняка смутит очевидное отсутствие локализации. Ведь даже если вы учили английский, конкретно лондонская его версия может оказаться не такой уж и простой для неподготовленного человека. Все эти городские кокни-акценты не то, чему учат в средней школе. Поэтому при среднем знании языка риск что-то не понять действительно имеется. Тем не менее, все описанные проблемы на самом деле не так серьёзны, как может показаться на первый взгляд. Справиться с установкой — это, по сути, потратить 10 минут на последовательное нажатие нескольких указанных кнопок. Что ж, до языка, то умельцы быстро добавили в Fallout London машинный русификатор, имеющий уже даже кое-какие ручные правки. Мы его тоже протестировали и пришли к выводу, что в отличие от отвратительной стартовой версии русификатора Starfield, с этим уже вполне можно играть. Да, он всё ещё туговат в описании предметов, зато весьма неплохо переводит в самое важное — диалоги. Изредка он, конечно, затыкается, а лондонские просторичные фразочки, но там обычно и так всё понятно по контексту. В целом же, нейросети, судя по этому русификатору, явно не стоят на месте и развиваются семимильными шагами. Мы вот даже при знании английского языка приняли решение играть с этим переводом, так как он позволяет куда быстрее разбираться с моментами, связанными с лондонским диалектом. Словом, как видите, всё далеко не так страшно, как выглядит на первый взгляд, так что отказываться от знакомства с постапокалиптическим Лондоном из-за языковых сложностей или специфической установки явно не стоит. Но давайте уже от установки потихоньку переходить к самой игре. Как нетрудно догадаться, её действие разворачивается в постапокалиптическом Лондоне. И это не просто какой-то условный город, собранный из старых ассетов, а полноценная реплика настоящего Лондона. Само собой, с поправкой на вселенную, с её ретро-футуризмом и постапокалипсисом. Многие члены команды Fallon и сами жители британской столицы оттого постарались максимально точно передать не только её узнаваемый колорит с красными телефонными будками и автобусами-даблдеккерами, но и архитектуру. Да-да, здесь безошибочно узнаются и районы, и улицы, и мосты, и многочисленные достопримечательности Лондонского центра. Причём всё предельно аутентично, включая даже незначительные, казалось бы, детали. На своём месте находится и гигантское колесо обозрения Лондонский глаз, и Таурский мост, и Собор Святого Павла, и много чего ещё. Причём мы говорим даже про достопримечательности поменьше, вроде всяких памятников, колонн, музеев и известных в городе зданий. Разумеется, с поправкой на вселенную Fallout. Так, мост заняли каннибалы, развернувшие там базу для своих омерзительных пирушек. Колесо покрылось какими-то ветхими жилыми деревянными конструкциями и переборками, а Собор подавно стал укреплённым убежищем для обездольных горожан. Страшно даже представить, какой объём работы лёг на плечи разработчиков, ведь использованию готовых ассетов из Fallout 4 они предпочли создание нужных объектов с нуля. Тут тебе и сами по себе дома, и достопримечательности, и одежда, и оружие, и даже стоящие тут и там островы автомобилей. Причём выполнено всё очень качественно и гармонично. Ни один автомобиль или предмет одежды не смотрится здесь чужеродным, успешно объединяя стилистику Fallout и лондонский колорит. Так, среди машин найдутся и классические кэбы такси, и дорогие спорткары из 60-х, и служебные авто, очень напоминающие УАЗики. Среди местных жителей нам встретятся и солдаты в форме обеих мировых войн, и классические острые козырьки, и какие-то моряки колониальной эпохи в мундирах и с древними мушкетами, и рыболюди-стемзы, и разодетые в костюмы мафиози-франты. Словом, всё по заветам Тодда Говарда, но с поправкой на Британию. Нас действительно впечатлило, сколько всего умудрились создать художники и дизайнеры Тим Фоллан. Не поленились переработать здесь и практически всё остальное. Так, у команды был особый специалист по анимациям, добавивший в игру массу новых движений. Например, новые пушки анимированы просто превосходно. Или вот чего стоит одно лишь обращение главного героя с местным пип-боем. Всё это, очевидно, также делалось вручную. Сам пип-бой тоже уникален. Точнее, его тут заменяет довольно крутой Аттабой в стиле европейской техники 60-х годов. Маскота Уолтбой заменили долговязым детиной Аттабой. Куда более строгим, но по-своему харизматичным. Радио также не подкачало. У нас есть целых три радиостанции с абсолютно разной музыкой и атмосферой, а также ведущий и разбавляющий плейлист довольно неплохим британским юмором. Да и сами треки хороши, пускай в подавляющем большинстве они и переехали сюда из каноничных частей серии. Раз уж мы заговорили о радио, то пару слов стоит сказать и об озвучке, а она тут на удивление качественная. Как выяснилось, потому что к работе над проектом привели крайне одарённых актёров, расценивающих это как хобби, которые также, очевидно, работали на голом энтузиазме за спасибо. Благодаря этому у игры весьма неплохие голоса, хорошее попадание в роли и отличное студийное звучание. Да-да, смута, мы вновь вспоминаем про тебя, ведь в тебе за ту отвратительную халтурную озвучку были заплачены государственные деньги, тогда как здесь энтузиасты совершенно бесплатно подарили проекту звук в несколько раз превосходящий твой. Геймплейные механики авторы тоже подгоняли под британский колорит безо всякого стеснения. К примеру, если в США любители ближнего боя вовсю размахивали бейсбольными битами и клюшками для гольфа, то здесь нас ждут трости, теннисные ракетки и, внимание, рыцарские мечи и булавы. Мы вот нашли один такой в самом начале и так и не расставались с верным клинком на протяжении первой половины игры, которую уже успели осилить. Огнестрел тоже получился интересным. Всякое самодельное оружие из труп и палок выглядит весьма натуральным и ощущается нарочито неудобным в использовании. Штурмовые винтовки ИПП чисто британские. 9-мм пистолет — немецкий люгер. Словом, тут царствует европейский производитель. Да и футуристические вундервафли здесь тоже не без огонька. Если тот добавил в NextGen издание какой-то нелепый испепеляющий плазмомёт даже без анимации перезарядки, то здесь это красивое, тщательно проработанное, шикарно анимированное и, что самое важное, довольно интересное в использовании энергооружия нового архетипа. Причём такие пушки валиться с уличных хулиганов, очевидно, не будут. С них, как и полагается, мы получим всякие старые револьверы и дешёвые пистолеты, но чаще дубинки или арматуру. Не поленились разработчики внести местный колорит и в совсем уж неожиданные системы. Так, привычные крафтовые верстаки по доработке оружия, брони и химии дополнились чайной станцией. Да-да, тут есть специальное место, чтобы заваривать чай. Причём чай в игре обладает довольно полезными бафами, так что пренебрегать им определённо не стоит. Да и рецептов с самыми разными ингредиентами довольно много. В общем, перед вами куда более тотальная переработка всего и вся, чем вы, скорее всего, могли себя представить. De Jure — это большой любительский мод, но де-факто новая игра во франшизе Fallout. Не больше и не меньше. Впрочем, такие аспекты Fallout 4, как поселение, крафт и сообщество, в Лондоне представлены весьма странно. Кажется, разработчики хотели оставить за бортом всю эту возню с поселениями, которую любят далеко не все, но не придумали ей никакой адекватной замены и перенесли к себе в каком-то рудиментарном урезанном виде. То есть нам всё равно нужно улучшать пушки, подбивать свинцом броню, готовить еду и самое главное — хранить где-то тонны ресурсов, которые для всего этого понадобятся. И вот ты двигаешься по сюжету, рюкзак забивается, но складывать всё это оказывается банально некуда. Ведь, как известно, некоторые ящики в играх Bethesda регулярно обновляют своё содержимое, тогда как другие — нет. И вот проверять это, рискуя всем собранным барахлом, откровенно не хочется. Тогда как проект очень долгое время не даёт тебе даже собственного сундука возле кровати, куда всё это можно было бы скинуть до лучших времён. Не говоря уже о поселении, которых тут очень мало, да и найти их самостоятельно на первых парах оказалось действительно сложно. В итоге уже из интернета мы выяснили, что никакого стартового поселения мы не увидим ещё очень долго. А лучший способ обзавестись в Лондоне собственным углом — это с полными карманами барахла чесать натурально через всю карту из одного её конца в другой, чтобы в юго-западной части прикончить какого-то высокоуровневого апоссума-мутанта, впитывающего, наверное, не менее 200 патронов, и основать, наконец, какое-никакое поселение. И уже туда сложить весь скопившийся скарб. Согласитесь, с точки зрения геймдизайна звучит подобное довольно дико. А мы всего-то хотели куда-то скинуть вещи. Более того, в отличие от всего остального, сами по себе поселения здесь, судя по всему, практически не перерабатывались, да и вообще ими особо не занимались. Ведь все новые объекты банально свалены в кучу в одном из разделов. Заставить поселенцев заниматься конкретной деятельностью практически невозможно, а появляющиеся случайные квесты поселения ведут на карту Fallout 4. Еще на нас однажды напали, и это была толпа рейдеров с ракетными установками, отбиться от которых оказалось реально, лишь загрузив прошлое сохранение, где на нас еще не напали. В общем, система поселений — это, кажется, наименее продуманный и проработанный элемент Fallout London, пускай заиметь хотя бы одно из них вам, скорее всего, и придется. Но вот прогулку через всю карту низкоуровневым персонажем к опоссому переростку мы, конечно, запомним надолго. Что еще практически не изменилось, так это система перков. Тут мы найдем знакомые уже умения, уровни и повышения характеристик спешл. При создании героя игра еще дает нам выбрать парочку уникальных особенностей, и вот они уже оказались довольно любопытными. Мы, к примеру, решили стать пуританином, получая за это существенную прибавку к характеристикам. Но однажды случайно сорвались и тотчас получили пачку весомых штрафов. И вот это достаточно крутой пример того, какими в Fallout могут быть уникальные особенности. Как видите, впечатлений и мыслей по поводу мода, а на самом деле скорее целой игры в старой вселенной, но новом сеттинге у нас скопилось столько, что в один материал они попросту не влезли. В следующем выпуске мы поговорим про такие аспекты Лондона, как сам игровой процесс, сюжетную линию, квесты, уровень сложности, особенности исследования города, игровые фракции и, увы, техническое состояние. Да-да, оно способно здесь дать прикурить даже тем, кто знает консоль игр Bethesda как свои пять пальцев. Ну а на сегодня это все. Субтитры сделал DimaTorzok